В первый день зимы 1 декабря в поселке Лузино начало работать уличное творческое пространство «Белый холст». Открытие площадки прошло с играми и танцами. Веселые снеговики развлекали детей и их родителей. Наталья Ведешова, преподаватель Лузинского дома культуры, автор и вдохновитель «Белого холста», реализовала свою задумку благодаря участию в форуме «Ритм». Этим летом проект Натальи получил признание и грантовую поддержку. Чтобы жители Лузина увидели, что можно не бояться заниматься творчеством, и чтобы мы бережно относились к нашему поселку, чтобы он у нас разукрасился, принарядился к Новому году. Ну и вторичное сырье – это одна из наших больших причин, по которому мы вообще занимаемся с детьми. То есть мы собираем вторичное сырье и используем в искусстве. Уличное пространство включает в себя несколько зон – выставок, игр и сцены. Помимо этого, на стене местного дома творчества, на территории которого и расположен «Белый холст», красуется интерактивная панель «Текборд», где дети могут создавать свои картины. В день открытия было много подвижных игр и веселых викторин. Дедушка Мороз выполнил самую важную миссию вечера, а повестил о начале работы «Белого холста». В первую очередь, конечно, ребятишкам это очень нравится. Ну и вообще нужно все-таки поддерживать наше развитие детей, чтобы они делали больше поделок, больше общались друг с другом, больше играли. Когда мне скучно, у меня как вдохновение получается, я рисую. Как ты думаешь, для чего нужны такие праздники? Ну, для веселья, для настроения. Мне лучше всего понравилось это быть Иванышкой и ловить всех. Первыми творческими мероприятиями «Белого холста» стала выставка декоративных елок. Ребята совместно с преподавателями Дома творчества создали несколько зимних красавиц и украсили их самодельными игрушками. Совсем скоро уличное пространство заполнится еще и снежными фигурами. Оно будет развиваться вместе с ребятами и станет украшением поселка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова